Приветствую вас. Знаете, вот в вашем тексте есть несколько важных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое, это то, что вы начали общаться в интернете. То есть, в счетом того, что вам 29 лет и ей 29 лет, общение в интернете и сервисные знакомства в интернете резко, когда происходит в качестве самобытного такого опыта. Скорее всего, скорее всего, как правило, значит, это происходит тогда, когда человек не совсем уверен в себе. Вот. Значит, понимаете, такая штука. То есть, человек как бы себя не совсем адекватно чувствует, не совсем адекватно ощущает, у него есть проблемы определенные с уверенностью в себе. Вот. И здесь, конечно, очень важно понять, как вы пришли к общению в интернете с учетом того, что вы живете в Бельгии, с учетом того, что, ну, вы, очевидно, имеете некую финансовую основу, да. Вот. То есть, здесь нужно исследовать вот этот момент. Как вы пришли к тому, чтобы общаться в интернете. Это первое. Второе. При общении в интернете люди зачастую идеализируют друг друга. К сожалению. И ситуация здесь такова, если люди друг друга идеализируют, что вы могли ей понравиться очень сильно, она могла вам очень сильно понравиться, да. Но при этом навыков непосредственного общения у вас нет. И человек, вполне возможно, может метаться от идеализации до, напротив, те идеализации, до де идеализации. Понимаете? Какая штука. Поэтому, возможно, она испугалась, возможно, она, наоборот, поняла, что вы все-таки не ее. А возможно, она решила, что вы слишком хороши для нее. Такое вот тоже, в принципе, может быть. Вот. Так что, здесь, конечно, нужно исследовать этот момент тоже. Но, вот, вам необходимо учитывать его, да. Вот. Значит, смотрите. Вы пишите. Мы начинаем связь. Но она была в отношениях. Но она уходила от своего молодого парня и за его измен. То есть, что это, по сути, значит? По сути, это означает, что человек, в данном случае девушка, не завершила свои предыдущие отношения и не завершив отношения, она решила начать взаимодействовать с вами. Зачастую, когда такая ситуация происходит, человек это делает, ну, не то, чтобы всегда назло. Он это может делать не назло, но он это может делать в качестве реакции. В качестве какой-то реакции на то, что происходит у него в отношениях. То есть, парень девушки изменял, она переживала, злилась, решила вот сблизиться с вами. По каким-то причинам. Но, так или иначе, это реакционное поведение. То есть, не аутентичное, то есть, не самобытное, то есть, не свободное. Дальше, значит, опять же, что значит, уходила от своего права? То есть, она либо рассталась, либо нет. Уходила, это достаточно такая серьезная, на мой взгляд, неопределенность. Вы пишите, мы с ней начали уже через какое-то время близко общаться по телефону, она и я созванивались каждый день, я начала чутка помогать финансам и решила некоторые проблемы. Вот здесь, вы начали ее спасать. То есть, как бы, вы не будучи вместе еще по факту, вы не будучи женаты еще по факту, вы уже начали ее спасать. Не каждый человек может адекватно воспринимать подобное поведение. Не каждый человек может адекватно воспринимать то, что, ну вот, такое поведение имеет место быть. То есть, это, опять же, для чего, да, для чего вы помогали ей финансами, как вы это преподносили, свою помощь финансами, я имею ввиду. Тоже очень важно. Дальше, значит, через полгода я ее пригласил ко мне в Бельгию, мы долго готовились к этому событию, я ей заделал все нужные документы, оплатил дорогу. Ну, вот понимаете, опять же, здесь очень важен ваш психологический контакт в этот момент. То есть, даже не в этот момент, а на пути всего вот этого процесса. В течение всего этого процесса. То есть, вот насколько, как, как, вы это воспринимали? Как она воспринимала то, что вы делали? Обсуждали ли вы это, то, что вот, ну, то, что вы ей оплачиваете, то, что вы решаете ее проблемы и так далее? Понимаете, не чувствовала ли она себя униженной в этот момент, нравилось ли ей это? Как вы себя чувствуете в этот момент, в этот момент? Дальше, она приехала, мы с ней встретились вроде, ей понравилось, она мне очень понравилась. Я ей показал город, мы общались, смеялись, все было хорошо. Я у нее спрашиваю, у тебя есть мечта? Она говорит, да. Ну, опять же, да, то есть, тут вот, исходя из описания, исходя из описания, не совсем понятно, какой характер имела ваша община. То есть, ну, на мой взгляд, на первой встрече говорит про мечту, несколько, ну, несколько опережающей событий, несколько, ну, выглядит несколько торопливо, да? Вот. То есть, почему вы спрашивали про ее мечту? То есть, как бы, с одной стороны, она вам сказала, побывать в Диснейленде, увидеть Эйфелеву башню, да? С одной стороны, она вам сказала, с другой стороны, ну, мне кажется, что в рамках жизни человека, это не совсем мечта. То есть, ну, вот, вы показали, и вот она увидела, и что дальше? То есть, как бы, либо, понимаете, в 29 лет, подобная мечта, ну, это несколько странно. Вот. Опять же, с другой стороны, вот вопрос, да, почему вы у нее спросили, и почему решили ей показать сразу все, и так далее? Как она это, опять же, все восприняла? То есть, основное опасение, которое у меня есть, это то, что она почувствовала вам должность. То есть, она почувствовала себя вам обязанностью через шифр. Вот. Дальше, значит, не обошлось без шопинга, я исполнял все ее капризы. То есть, вот это тоже, эээ, такой достаточно, эээ, показательный момент, потому что, ээээ, момент здесь в том, что, вот вы говорите, я исполнял все ее капризы. Но вы же еще не пара, вы друг друга узнаете. Опять же, почему вы это делали? То есть, для вас девушка, это кто? Да? То есть, ээ, возможно, она чувствовала себя только девочкой с вами. Ну, потому что вы, да, вы взрослые люди, вам по 29, а она хотела быть человеком. А человека, возможно, вы в ней не видели. Потому что капризы, капризы, да, исполнять капризы, это чисто такое гендерное поведение. Это нужно, но этого, этого мало. Особенно в 29 лет. Дальше, эээ, так, эээ, вернулись домой в Бельгию, я начал с ней разговор о том, говорю, тебе нравится, хочет ли она остаться со мной. Она так неуверенно отвечала, что говорит, хочу. То есть, она неуверенно сомневалась. Для нее это, опять же, такой достаточно серьезный шаг, очевидно, эээ, ну, переезд к вам. И опять же, здесь у меня такое ощущение, что вы торопитесь. Значит, вопрос заключается в том, для чего, для чего вы торопитесь. Дальше, она вернулась, значит, к себе, как будто изменилась, начала пропадать, вечно занята. Периодически она перво писала мне, значит, ну, то есть, она попала в свое окружение, в свою среду. Здесь, скорее всего, ну, как бы, началось либо влияние на нее, ее среды, то есть, начали отговаривать и говорить, типа, да ты что, не для тебя и так далее. Либо, как бы это печально и жестко не звучало, либо она просто, вот, по сути, ну, либо она, по сути, делом, просто решила вами так воспользоваться, воспользовалась и больше в ее планы ничего не входило. Такое тоже может быть, то есть, как бы, здесь вы, скорее всего, правду до конца никогда не узнаете. Дальше, значит, так, мы с ней не спали, ну, это, знаете, как сказать, это не совсем показательно. То есть, она, опять же, неизвестно, в данном случае, здесь хотела ли она этого, то есть, хотела ли она с вами приспать или нет. Вот. Дальше, так прошло примерно 6 месяцев, мы с ней общались не так часто, как раньше. На Новый год позвонила ей, поздравила с Новым годом, она сказала спасибо, редко бросила трубку. А, ну, опять же, да, то есть, тут, вот, нужен сам контекст. То есть, понимаете, ну, вы знаете этого человека, вы знаете ее, вы знаете, что может означать, как бы, ее такое поведение. Вот. Мы-то психологи, мы не можем знать, что именно означает ее поведение. Очевидно, это защита, очевидно, это, это барьеры. Вот. То есть, как бы, на расстоянии вы, по сути, обладаете той же информацией, что и мы. А, дальше, значит, так, эм, проходит несколько дней, я ей звоню, узнать, как она, как она и зачем, так редко бросила трубку, не могу дозвониться. Для чего вам знать, как она и зачем она редко бросила трубку. Эм, беру звонить другому номера, опять же, для чего она поднимает трубку, спрашивает, кто это, я говорю, это я. Она говорит, не могу говорить, кидает трубку. Ну, тут человек, очевидно, не хочет с вами взаимодействовать. Я ей написал смс, тоже, что я хочу с ней поговорить, что это для меня важно. Надо сделать, что она в отношениях, извини. Я уже ничего и не писал. Ну, опять же, понимаете, тут нет контекста. В контексте ваших отношений. Тут вы говорите, что вы общались с ней, но не часто. То есть, если вы общались с ней, если у вас был контакт, то, получается, этот контакт прорвался на Новый Год только. Или как, или это было раньше. Еще. Я хотел сказать, что, по-моему, люблю ее, чтобы она всегда была рядом. И хочу, чтобы она всегда была рядом. Ну, с учетом того, что вы общались в интернете и виделись только один раз, это действительно может быть симпатия, это может быть страсть, но, если честно, что это именно любовь, мне кажется, мне кажется, не стоит так, ну, так сильно с выводами спешить. Дайте совет, почему она так поступила. Ну, в принципе, я ответил на вопрос, кроме того, что советов психологи не дают. Есть ли у меня возможность как-то вернуть ее? Вернуть возможность у вас? Есть именно возможность, сейчас спрошу, не воспринимайте это в качестве, в качестве, ну, в качестве именно какой-то определенности, в качестве именно какой-то вот прям гарантии. Возможность есть какая. Сейчас вам нужно от нее отдалиться, она не хочет общаться, она не хочет с вами разговаривать, значит, мне нужно на нее давить сейчас. Дайте время, потом, соответственно, можете, ну, через какой-то промежуток времени, скажем, неделю, две, три, просто написать ей, поинтересоваться какими-то банальными вещами, вот, и почувствовать, дать ей почувствовать, что вы на нее не давите, потому что у нас возилось такое ощущение, что вы на нее давите. Она этого не любит, ну, как бы, не только она, вообще любой человек не любит, когда на него давят, неприятно, любому-любому будет неприятно, когда на него давят, давят. Вот. Поэтому здесь вот такой момент, здесь такой аспект, и мне кажется, что не нужно спешить, а вам желательно разобраться именно со своими чувствами. То есть вы говорите, почему она так выступила, но что чувствуете вы? Вы говорите, что у вас любовь, хорошо, давайте разберемся, что это за чувство. Какое это чувство? Что оно из себя представляет? Это чувство. Как оно себя проявляет? Действительно ли это любовь или еще что-то? То есть, ну, что-то другое может быть. Почему вы до этого были одиноки? В том смысле, что вы общались в интернете. Там, насколько у вас гармонично складывается жизнь в стране вашего пребывания. Это тоже нужно исследовать. То есть, сейчас у вас есть время. Я имею в виду, пока вы с ней не общаетесь и пока у вас нет никого больше. У вас есть время для того, чтобы поисследовать себя, свои чувства. Так обратите внимание лучше на себя, а не на нее. Не имеет смысла пытаться понять, почему человек поступил так или иначе. Вы никогда этого не знаете. А женщина, да и любой человек зачастую сами не знают, почему они поступили так или иначе. И даже если она скажет, вы все равно имеете полное право в этом сомневаться просто. Потому что, поэтому здесь мне кажется, что вы изначально испытывали какую-то неудовлетворенность в своей жизни. Появилась она, девушка, и вы с ее помощью вот пытаетесь решить какие-то свои проблемы. Потому что ваша торопливость в поведении, как вы себя ведете в отношении с ней, Ваш темп чувств, он говорит о сверхзначимости, чрезмерной значимости девушки для вас. А эта чрезмерная значимость только мешает. Соответственно, первейшей задачей, вот если мы говорим о психотерапии, первейшей задачей будет снижение значимости девушки и придание ей адекватной, так сказать, эмоциональной окраски. Возможно лучше раскрыть ваши чувства и переживания. И желания тоже. Вот, примерно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok